День рождения КФУ. Пятый Всероссийский форум аддитивной технологии. Новая реальность. День телевидения. Наш праздник. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Валерия Карташова. Казанский федеральный университет. Казанский университет. Один из старейших университетов России. 5 ноября 1804 года Александр I подписал утвердительную грамоту Казанского императорского университета и его устав. Первоначально университет разместился в здании Казанской императорской гимназии, построенном в 1796 году. Позже для нужд заведения были приобретены три соседних дома, что позволило рассматривать этот квартал как территорию университетского городка. За более чем 200-летнюю историю университет дал науке 80 действительных членов и членов корреспондентов Академии наук страны. Университет является центром не только науки и научного образования, но и культуры и просвещения. С ним связаны возникновение книжного дела в крае, появление первой провинциальной газеты, развитие театральной жизни и многое другое. Сейчас же вуз олицетворяет собой храм науки образования. Его 219-летие стало поводом для масштабного праздника, организованного в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Казанский университет – это вуз с великим прошлым, с великими традициями, с замечательным настоящим и блестящим будущим. В этом никто не сомневается. Университет является флагманским вузом для реализации огромного числа различных проектов. Практически во всех национальных и федеральных проектах университет не просто участвует, а становится победителем. И в этом заслуга коллектива. Само мероприятие стало отличным местом для праздничной обстановки и поддержания духа торжества. Со сцены почетные гости Казанского федерального университета все как один произносили слова поздравлений и восхищений деятельностью вуза. По случаю дня рождения Казанского университета в культурно-спортивном комплексе «Уникс» был организован праздничный концерт. И, конечно, мы все сюда пришли поздравить наш университет, наш любимый университет. С днем рождения 219-й мы все предвкушены следующего года. И сегодня очень приятно было увидеть большое количество иностранных студентов, которые сегодня тоже и показали различные настольные игры здесь вот в фойе. И выступили тоже с ней номерами. Поэтому замечательно, я очень рад и только положительные эмоции. Поздравительной речью выступил ректор КФУ Линар Сафин. Он подчеркнул, что испытывает настоящую гордость за вуз, выпускником которого когда-то был сам. При этом руководитель КФУ отметил, что высокий статус и научно-исследовательский потенциал университета создавался многочисленными талантами и упорным каждодневным трудом. Он выразил уверенность, что огромный научный и образовательный задел позволит КФУ и впредь оставаться одним из лидеров высшей школы. В завершении выступления Линар Сафин поблагодарил коллектив за труд, огромную плодотворную работу, за любовь к студенчеству и науке. В рамках концертной программы он также провел церемонию награждения заслуженных профессоров Казанского университета и студентов, достигших высоких результатов в области молодежной политики и спорта. У нас великолепные педагоги, у нас великолепные студенты, у нас много очень замечательных прорывных идей, у нас очень много замечательных прорывных технологий, которые, несомненно, будут работать на благо нашей большой и могучей страны. Я в этот день хотел бы с особой гордостью обратиться к нашим студентам. Гордитесь тем, что вы являетесь студентами Казанского федерального университета. Я думаю, эту частичку гордости вы пронесете через всю свою жизнь. По окончанию мероприятия на большую сцену концертного зала традиционно был вынесен праздничный торт. Руководству вуза было предоставлено право торжественно задуть свечи. Таким образом, праздник получился грандиозным, масштабным и смог отдать дань вузу. За многолетнее стремление к науке, образованию и достижению новых целей. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Кристина Отекина, Универ Новости. 20 ноября в IT-парке имени Башира Ромеева прошел пятый Всероссийский форум «Аддитивные технологии. Новая реальность». Более 2,5 тысяч участников из 15 ведущих вузов со всей страны обсудили самые актуальные вопросы, напрямую связанные с внедрением новейших технологий в производство автомобилей, медицину и атомную промышленность. Казанский федеральный университет, конечно, не остался в стране и был представлен на одной из секций. Для налаживания связи и плодотворного сотрудничества между организациями ежегодно проводится форум «Аддитивные технологии. Новая реальность», на котором обсуждаются самые актуальные вопросы в области инженерии. В этом году участие в мероприятии приняли представители более 120 предприятий из разных регионов России, а местом проведения стала Казань. С торжественным приветственным словом выступил раис Республики Татарстан Рустам Мениханов. Он отметил, что по объемам выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции Татарстан занимает первое место среди субъектов ПФО и пятое по стране. «Наша республика всегда находилась в авангарде перехода к новому технологическому укладу, основу которого образуют аддитивные производства. Это стало возможно благодаря уникальному сочетанию в Татарстане мощной промышленной базы и развитого научно-образовательного и технологического комплексов». В Казанском федеральном университете уделяют большое внимание развитию аддитивных технологий. С этой целью еще в 2013 году была создана лаборатория прототипирования как научный учебно-технологический центр быстрой подготовки производства. Тема 3D-печати и моделирования интересна современному поколению, а потому научно-исследовательская лаборатория оборудована новейшими аппаратами. «Госпрограмма по развитию аддитивных технологий широко везде развита, во всех университетах. И в то же время очень большой объем инвестиций в эти аддитивные технологии производства, потому что, позволяя развивать аддитивные технологии производства, мы получаем возможность получать новые изделия, которые невозможно сделать обычными субтарктивными методами производства. Это обычные субтарктивные методы производства, это, соответственно, токарка, ЧПУ, фрезерование и так далее». Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин рассказал про развитие аддитивных технологий в России и про важность их освоения. По его словам, они гораздо эффективнее, чем старые и проверенные методы изготовления деталей. Это макет выгородки атомного реактора между корпусом наружным. Наружный корпус атомного реактора – это силовой сосуд высокого давления, толстые стенки, должен вечно держаться и самим реактором горячей зоной. Стоит цилиндр, он вот такой внутри, просто он выше существенно, он на большом реакторе будет 4 метра высотой. Цилиндр с дырками, его задача – защитить наружную стенку силовой корпус от потока нейтронов, который летит из горячей зоны. Также российские металлические принтеры представили сотрудники объединения РУСАТОМ «Аддитивные технологии». По словам заместителя генерального директора по производству и технологиям Сергея Трусова, такие приборы в России используются впервые. Это первый российский металлический принтер с такой платформой построения 300 на 300 на 370. Программное обеспечение здесь полностью отечественное. Особенность нашего принтера, я уже сказал, что это большая платформа построения первая. Второе – это то, что у нас примена модульная система. И эта модульная система и система фильтрации позволяет быстро производить смену материала. За два дня высококлассные эксперты со всей страны обсудили важные вопросы, которые касаются дальнейшего развития аддитивных технологий. Также в рамках форума выпускники и студенты вузов прошли собеседование в компании-партнеры и заручились полезными контактами, чтобы иметь возможность получить опыт от ведущих лидеров в сфере аддитивных технологий. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Аделя Файзулина. Универ Новости. Ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. К этой дате причастны не только кто появляется на экране, но и те, кто находится за его пределами. Корреспонденты, операторы, монтажеры, режиссеры, продюсеры, редакторы – это далеко не весь список. Об истории зарождения телевидения в Казани и как это вещать на аудиторию со всей страны узнаете в следующем сюжете. Казанская студия телевидения На кадрах Казанской кинохроники представлен один из фрагментов телевизионной передачи университетской телестудии. Таким образом, Универ ТВ – прямой наследник этой традиции. Уже в 2010 году ректор вуза принял решение о создании университетского телевидения. В этом же году вышли в свет первые новостные выпуски на YouTube. А в январе 2011 года выпуски стали транслировать по городскому телеканалу в Казани. Поскольку Универ ТВ изначально задумывался как основная база практики студентов, будущих тележурналистов, с помощью которой уже во время учебы ребята имели бы возможность получать практические навыки, была создана кафедра телевидения, которую возглавляла Резида Даутова. И мы очень многие программы, студенческое ток-шоу, другие программы, созданные в процессе производственной практики, они вот заняли место в сетке вещания этого телеканала. Университетское телевидение в Казанском федеральном объединяет в себе три редакции. Информационную, что отвечает за ежедневные выпуски новостей. Молодежную, сотрудники которой нацелены на спортивное воспитание молодежи. И научно-популярную, в которой трудятся редакторы, искренне несущие в своих программах идеи просвещения молодых умов. Интервью с экспертами из разных сфер, актуальные новости в стране и мире, обзоры матчей и мероприятий республиканского и международного масштаба. Все это круглосуточно транслируется на Универ ТВ. Одна из ключевых на телевидении – работа журналистов и редакторов. Они отвечают за сбор информации, написание статей, подготовку сюжетов и проведение интервью. Журналисты также нередко выступают в качестве ведущих новостных программ или развлекательных шоу. За всем этим стоит и большое количество технического персонала – операторы, видеомонтажеры, сценаристы, режиссеры и другие. Несмотря где бы то я ни работала, я все равно приняла решение вернуться сюда уже, строилась в новости, проработала там достаточно много. За это время я успела закончить бакалавриат, поступить в магистратуру. И сейчас я занимаюсь научно-популярной журналистикой. В частности, я делаю программу «Как так?», где мы отвечаем на всякие интересные вопросы, касаемые биологии, медицины и экологии. В общей сложности, наверное, лет 10 с того момента, как я пришел сюда, в Казанский федеральный университет, официально с 2016 года. Работаю здесь. Начинали мы с ток-шоу «Твердый знак», с программы «По чесноку». Затем, лично для меня, благо, от этих программ мы уже отказались, потому что форматы не подходили для того еще телеканала, и начали придумывать свои. Вот так появилась у нас «Неделя спорта», и затем ребята у нас к отделу подтянулись, появился, собственно, этот отдел, и сейчас порядка 7-8 программ в неделю мы выпускаем. Большинство тех, кто работает на Универ ТВ, студенты и преподаватели, которые тоже когда-то учились в стенах КФУ. Многие попали на телевидение случайно, но, попробовав себя в этой сфере, решили остаться. На телевидение я попала, на самом деле, абсолютно случайно. Это произошло в тот момент, когда я для себя осознала, что медицина – это не мое, и нужно срочно искать пути отхода. Я сошлась на мнение, в принципе, со всеми моим окружениями, то, что это должно быть телевидение, или сфера, которая связана с говорением, с написанием, с созданием чего-то нового, то, что креатив, вот это вот все. Мне показалось, телевидение подходящее для меня сферой, и я нисколько не жалею о том, что в какой-то момент я решила для себя выбрать эту карьеру, это направление. Я подошла к своей нагруппнице, которая как раз-таки тут работала. Она является у нас руководителем. Я подошла, спросила, есть ли вообще в Акаде, видимо, дожор, есть ли такая возможность попасть на канал. Она говорит, да, как раз мы в поисках сотрудника. И буквально где-то за полмесяца я устроилась, обучилась новой для меня программе, и уже активно вошла в работу. То есть это произошло очень быстро, и я отлично влилась вообще в коллектив и в работу. В этот день ты можешь делать там, например, сюжет про IT-технологии, а на другой день ты можешь делать сюжет про медицину. И у тебя каждый раз буквально новая профессия каждый день. Потому что, грубо говоря, когда ты берешь интервью у медика, ты должна хоть чуть-чуть разбираться в медицине, чтобы задавать, естественно, ему вопросы. Также и с IT, также и с другими профессиями. Поэтому мне кажется, это очень интересно, когда ты особенно пишешь материал, и ты пытаешься разобраться за день в какой-то сфере, и у тебя это получается достаточно. Потом еще ты смотришь на результат конечный. За последний год телеканал на платформе YouTube набрал свыше 30 тысяч подписчиков и приближается к отметке в 100 тысяч зрителей. Добавились научно-популярные программы собственного производства, новостные выпуски сменили время своего выхода в эфир, обновилось и графическое оформление всего телеканала. Телевидение требует не только полной отдачи от тех, кто в кадре и за ним, но и постоянных обновлений, которые соответствуют требованиям информационного пространства, меняющегося ежедневно. И только коллективная сплоченность, понимание и профессионализм помогают в достижении новых высот. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Университет Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова